Да? Вы знаете, у меня подобная ситуация. У меня круг общения тоже полностью сменился. Новые интересные наушники появились. Здесь как бы все нормально. Но вот чем больше я развиваюсь, тем дальше мы отдалились от мужа. И на данный момент... Вы не отдалились от мужа. Вы поняли объем работы больше. Да, я поняла объем работы. И не хотите работать просто? Нет, почему я работаю? Просто в данный момент ситуация такая, что он... Не справляетесь. Возможно, не справляюсь. Когда человек говорит «он», это первая стадия из трех побед над судьбой. Когда он говорит «мы», это вторая стадия. Когда он говорит «я», значит, он уже пришел к победе. Я не пойму, что не так делаю. У меня был... Я не до конца сказала свой вопрос. Ступор произошел в чем? Что сейчас муж хочет разойтись. Он. А я не хочу расходиться. И как правильно мне поступать? Вы не можете за него прожить жизнь. Он может желать выполнять волю вашей судьбы или не желать. Вам надо просто выполнять свой долг перед ним. И не надо обижаться на Бога, если он что-то у вас разрушает. Он всегда все делает правильно. Вы просто, если хотите понять, чтобы все правильно шло... Вы же сейчас об этом говорите. Я хочу, чтобы все было правильно. Выполняйте свой долг. Молитесь за него. Уделяйте много времени отношениям. И значит, все будет идти правильно. Остальное отдайте Богу. Вы не обладатель своей жизни. Мы ничем не обладаем в этом мире. Ничего не можем сохранить. По милости высших сил все сохраняется и разрушается в этом мире. Если я могу отстраниться, уйти, жить одна и молиться... Не, не надо этого делать. Зачем? Ну, потому что он настаивает. Ну, пусть сам уходит. Скажите, я никуда не пойду, и все. Ну, я так уже говорю. Ну, все, я никуда не пойду. Все, спасибо. Если хочешь, иди сам, куда хочешь. Все, я никуда не пойду. Спасибо, я поняла. Я живу в квартире своего мужа. Куда мне идти? Олег Геннадьевич, здравствуйте. Я поняла, спасибо. На силу мы всегда применяем силу. Сила женщины в ее верности. Я никуда не пойду. Я знаю одну женщину, ее муж вообще выгонял, вышвыривал из квартиры. Она держалась за него со всех сил, и он не мог ее оторвать. Психовал, нервничал, как бы бить не хотел. И так ее пытался оторвать, закрыть дверь за ней, но она не давалась. Потом он успокаивался и прощал, и все, и жили дальше. Так она осталась с ним, все нормально. Не смог оторвать. Оторвать.